Я читаю восьмую главу из второй книги Царств. И поразил Давид Адра-Азара, сына Рехового, сына Сувского, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячу семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Адра-Азару царю Сувскому, но Давид поразил двадцать две тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии и Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адра-Азара, и принес их в Иерусалим, а в Бефе и в Берофе, городах Адра-Азаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адра-Азарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адра-Азаром и поразил его, ибо Адра-Азар вел войны с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и муавитян, и амманитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адра-Азара, сына Рехового, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска, а Иосафат, сын Ахиллуда, дееписателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сираия, песцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хелифеями и Фелифеями, и сыновья Давида, первыми при дворе. Субтитры создавал DimaTorzok